Для начала давайте разберемся, а почему замерзает вода в бане? Вопрос, почему зимой вода в бане замерзает, по сути дела не уместен, потому что в воде достаточно нулевой температуры, чтобы перейти из жидкого в так называемое твердое агрегатное состояние. Это понятно, но в условиях ранних холодов и суровой зимы на большей части территории нашей страны сразу возникает практический вопрос, как правильно провести воду в бане, чтобы она не замерзала зимой. Чем чревато замерзание воды зимой в бане без отопления? Во-первых, вода не сможет пройти через ледяную пробку, а во-вторых, замерзшие трубы лед разрывает. Это происходит из-за того, что объем жидкой воды и льда разный при одинаковой массе, то есть вода, неподвижная, заметьте, вода, свободно помещается внутри трубы, полностью заполняя ее объем, а льду в этом же объеме уже тесно. И сила его давления на стенки такова, что они не выдерживают. Так как разрыв труб потребует замены коммуникации, лучше сразу сделать водопровод в бане так, чтобы он зимой не замерзал. Какие у нас есть варианты? На зиму водопровод в бане без отопления можно утеплить шубками и скорлупами, а можно воспользоваться нагревательными приборами для того, чтобы держать трубы в тепле. Можно использовать свойства грунта и провести водопровод в баню ниже уровня промерзания почвы. Есть и другие варианты, но давайте обо всем по порядку. Вода в бане зимой без отопления. Начнем с того, что можно завести воду в баню, чтобы не замерзала зимой. Точнее, мы перечислим все способы, а отдельно пометим те, которые годятся для подачи воды в баню именно зимой. Вода от водопровода. Если в местности, где располагается ваша баня, имеется вполне себе хорошо работающая магистраль с хорошим давлением, то почему бы не воспользоваться ею для того, чтобы подвезти воду в баню. В основном делают так. Заводят воду в дом, а уже из дома тянут трубу до бани. Принципиальных отличий между подключением непосредственно к магистрали или к домовым коммуникациям нет. Поэтому перейдем к описанию того, как именно можно провести воду от водопровода. Разумеется, везти можно когда угодно. Водопровод по верху, по воздуху. Внимание! Этот способ наименее пригоден с целью провести воду в баню на зиму, если не позаботиться о весьма существенном утеплении, к примеру, нагревательными кабелями. Суть проводки состоит в том, что труба тянется над поверхностью земли. При этом сам способ может называться и по верху, и по воздуху. Для того, чтобы обеспечить надежность конструкции на длинных пролетах, рекомендуется использовать трос, к которому будет крепиться ваша труба, аналогично тому, как подвешивается провод для заводки электричества по воздуху. Кстати, про проводку электричества в баню тоже у нас есть статьи на парилочке. Если вам интересна и эта тема, то найдете ссылочку в описании. Чтобы холодная вода в бане не замерзала зимой, провести трубы надо под небольшим или под большим наклоном. В этом случае достаточно перекрыть воду из дома или на магистрали, а в бане открыть кран и дать стечь всей воде в трубах. Не будет воды в трубах, замерзать будет нечему, поэтому даже полипропиленовые трубы не лопнут. Важно! Таким образом, первое правило, как сделать, чтобы вода в бане не замерзала зимой, это произвести слив сразу после использования водопровода. Правда, есть одна хитрость, о которой вы узнаете из ролика у нас на сайте парилочка. Если воспользоваться ей, в трубах воды вовсе не останется. Но это не единственный способ введения водопровода в баню зимой поверху. Можно сделать все то же самое, но воспользоваться, во-первых, полиэтиленовыми трубами низкого давления, ПНД, потому что они эластичнее и под действием распирающего льда скорее вспучатся, чем порвутся. И, во-вторых, обеспечить защиту труб от окружающей среды и нагрев. Но, кстати, все-таки я бы не советовал допускать замерзания воды в трубах ПНД, потому что, ну, даже если их не разорвет, но как вы в следующую протопку бани будете набирать воду, если у вас там замерзшая вода в трубах. Вы же не будете с чайником бегать, поливать все эти трубы, чтобы их оттаять. Так что лучше все-таки не допускать, даже если у вас трубы ПНД, того, чтобы вода в трубах оставалась. Важный момент. Полиэтиленовые трубы годятся только для холодной воды, потому что от горячей воды они вытягиваются. Но плюс их еще в том, что на них можно использовать разъемные фитинги, то есть монтаж можно сделать без сварки, без пайки. Это хорошо, когда все соединения на виду, потому что разъемные фитинги рано или поздно протекают. Если понимать, что единственная причина, по которой трубы могут быть разорваны льдом, это оставшаяся в трубе вода, то можно предельно упростить себе жизнь, проведя воду в баню по воздуху и ни разу не столкнувшись с тем, что она замерзла. При этом не понадобится ни нагрев, ни утепление. Достаточно просто не ставить кран на конце трубы. То есть ставится, у нас там ролик на парилочке есть на эту тему, водопровод под уклоном, кранов нет, вы подали воду, она набралась сколько нужно, отключили ее от источника, все слилось, и водопровод опять пустой, замерзать нечем. Вот такой вариант тоже имеет право на существование. Этот ролик основан на отрывке из статьи с сайта парилочка.ком про водоснабжение бани зимой без постоянного отопления. Вы можете прочитать статью целиком, перейдя по ссылке в описании на ютубе. Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на канал, потому что дальнейшие части этой темы будут рассмотрены в следующих роликах. На этом все, всем желаю успехов и легкого пара.